Я сейчас как раз стою напротив солнышка, оно меня слепит, но это, наверное, намного лучше, чем дождик, который был сегодня, и чем в дни грустные пасмены. И вот наш фонд, он называется «Место под солнцем», для того, чтобы мы осознали, что каждый из нас в обычной нашей жизни имеет право на хорошую погоду, хорошее настроение, и на плохое настроение, и плохую погоду, на удачу и неудачу. Самое главное, чтобы это было ваше место любимое, место, где вам хорошо, и чтобы этого места для личного пространства и устройства личной жизни хватило каждому. И тому, у кого папа и мама директор завода, и тому, у кого папа и мама директор маленького ларечка, и тому, у кого папа и мама работают на ферме и в поле. И сегодня у нас здесь разные ребятишки в гостях, ребятишки, у которых есть особенности в развитии, есть проблемы со здоровьем. Вот для того, чтобы эти проблемы ощущались не так сильно, для того, чтобы разница, которая для детей обычно незаметна, становилась бы, сводилась бы к минимуму, становилась бы совсем маленькой, наш фонд и хочет поддержать детей с ограниченными возможностями здоровья, включить их активно в жизни общества и помочь ребятишками быть счастливыми вот в рамках отдельно взятого Волосовского района. Поэтому эта смена оздоровительная, в которую мы пригласили замечательных ребят из вашего колледжа в качестве воспитателей, игровых нянь, социальных работников, в качестве команды друзей и наставников, я думаю, что мы найдем возможность с этими замечательными ребятами сотрудничать и дальше, потому что у нас достигнуто полное понимание с администрацией района, все признают необходимость совместной работы и действий, направленных на помощь детям с ограниченными возможностями здоровья. Вы знаете, я ловлю себя на том, что говорю очень официальным языком, ребята, мы хотим просто, чтобы здесь у вас, ЦРБ, вот в этом городке, вы ходили бы не только лечиться, но вы могли бы прийти сюда, чему-то научиться, поиграть, встретиться с педагогами интересными, теми же логопедами, массажистами, не чтобы всегда было только страшно, как перед стоматологическим кабинетом или перед уколом, а чтобы было еще и интересно, то, что называется социальным развитием, социальной адаптацией. Ну, а площадка это для того, чтобы вместе все было веселее, безопаснее и ближе к дому, так как этим домом на короткий период для 48 детей стало педиатрическое детское отделение. Я хочу сказать, что сегодня этот праздник приурочен к открытию детской площадки, хотя она поставлена уже, еще и в третью смену была, но сегодня больше, чем праздник открытия детской площадки, сегодня уже подходит к концу четвертая оздоровительная смена, и можно смело подводить итоги, итоги летней, да, оздоровительной работы и участия благотворительного фонда в этой работе, помощи благотворительного фонда нам. Детская площадка, мебель в детском отделении, игрушки, заработная оплата воспитателей, участие в празднике, с участием аниматоров, это все настолько разнообразило жизни детей, пребывания в детском отделении, что многие детские у нас и без того не хотели покидать отделение, а сейчас и вовсе не хотят уезжать. Возьмите нас еще, оставьте нас на следующую смену, хотя лето уже закончилось. Огромное спасибо, Ниски Паку, за Вашу доброе сердце, а то, что Вы делаете для нас. Спасибо вам огромное, на самом деле. Я думаю, что это первые шаги, но мы с Вами задумали гораздо больше, и это будет, я думаю, долгосрочным, ежегодным проектом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова